Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре зеркало заднего вида с двухканальным видеорегистратором и экраном 9,66 дюйма на операционной системе Android 8.1 с навигацией и возможностью установить сим-карту для подключения к 4G мобильному интернету. Модель AVS 0909 DVR. Данная модель зеркала выполнена в двух вариантах. Первый вариант универсальный, зеркало исполнено в навесном варианте и устанавливается на штатное салонное зеркало. Второй вариант зеркала исполнен под замену штатному. В комплекте идет самая популярная ножка с креплением под пластину ласточкин хвост. Ножка может быть заменена на штатную от вашего оригинального зеркала с помощью универсального крепления модели AVS 01SB номер 099. Или можно приобрести другую ножку из каталога компании AWIL. Однако обращаю ваше внимание, что не любая ножка подойдет под данное крепление. Для точного подбора лучше всего обратиться к нашим менеджерам. В комплектацию устройств входит универсальное зеркало. Соответственно у нас в комплектацию входит само зеркало на универсальном навесном креплении. Сзади у нас находится выносная камера выдвижная, которая регулируется. Также сзади расположен динамик. Сверху разъемы под GPS-антенну, сим-карту, microSD-карту, AV-вход под цифровую выносную камеру, мини-USB для подключения питания. Также есть микрофон. Снизу устройство кнопка включения-выключения. В варианте монтажа вместо штатного, соответственно, зеркало выглядит внешне точно так же. Единственное, сзади у нас уже не универсальное крепление для навесного монтажа, а крепление под ножку. Камера также выдвигается при необходимости, настраивается по углам, в остальном все то же самое. К универсальному креплению у нас идут специальные резиновые крепежи. В варианте под штатное, соответственно, у нас идет ножка и крепление под так называемый ласточкин хвост, под пластину. Соответственно, в комплектации к зеркалу, которое устанавливается в место штатном, в пакетике, где лежит 3M скотч под выносную камеру и саморезики под выносную камеру, здесь также у нас идут винты для установки ножки. Далее, в любую комплектацию входит цифровая выносная камера на четырехпиновом разъеме, провод длиной около 6 метров на джеке, здесь у нас есть активационный провод, чтобы использовать камеру как камеру заднего вида, GPS-антенна и 12-вольтовый адаптер питания от прикуривателя. Далее в комплектацию входит гарантийная карта и копия сертификата о соответствии. Подробную инструкцию по эксплуатации можно скачать с нашего сайта. Обращаю ваше внимание, что microSD карта в зеркало устанавливается чипом от себя, то есть чипом к лобовому стеклу. И защелкиваем. Теперь о характеристиках. Экран сенсорный, емкостной, с разрешением 1920 на 480 пикселей, соотношение сторон 16 к 4. Яркость 1200 кандел на квадратный метр, контрастность 600 к 1. На таком экране все отлично просматривается даже в яркие солнечные дни. Видеорегистратор двухканальный, первая камера встроена, в корпус зеркало. Она выдвигается вбок и настраивается по углам. Вторая камера выносная, может быть установлена как парковочная. На проводе выносной камеры есть активационный провод, который необходимо подключить к фонарю заднего хода, чтобы при парковке автоматически выводилась картинка на весь экран с выносной камерой и разметкой. Разрешение записи на встроенной камере 720p на выносной 1080p. Запись идет на microSD-карту объемом до 64 ГБ. В комплект карта памяти не входит. Лучше всего приобретать карты памяти высокого класса, так как это напрямую влияет на скорость записи. Формат видео на выходе TS. Дополнительно присутствует датчик удара, настраиваемый по чувствительности, чтобы уберечь от перезаписи файл, созданный при аварии. Процессор четырехъядерный с частотой 1400 МГц. Оперативной памяти полтора гигабайта. Встроенной памяти 16 ГБ, из которых свободными для установки различных приложений остается более 10 ГБ. Операционная система Android 8.1 позволит установить на зеркало дополнительные программы, которые пригодятся в дороге. В первую очередь это, конечно же, навигация. Для стабильной работы навигационных программ в комплекте идет выносная GPS-антенна. Что касается навигации, соответственно, из Play Market мы устанавливаем ту навигацию, к которой привыкли, либо приобретаем ПО отдельно, да, на флешке или как АПКшечку. Устанавливаем его на зеркало. Оно у нас будет в приложениях. И, соответственно, чтобы вывести его на кнопку навигации, необходимо нажать навигация и выбрать любое приложение, которое вам нравится. Я пользуюсь в основном Яндексом. И затем уже навигация работает по этой клавише. Съезд. Поверните направо. Через 100 метров. Держитесь правее. На мост. Скачать дополнительные программы можно, подключив зеркало к интернету не только по Wi-Fi, но и установить микросим-карту для работы 4G интернета. При установке сим-карты Smart Zerkalo AVS0909 DVR также можно использовать как мобильный роутер и раздавать интернет через Wi-Fi. В модели AVS0909 DVR есть встроенный динамик. Однако, если вы хотите вывести звук на штатную аудиосистему, это можно сделать по Bluetooth или через встроенный FM-трансмиттер. Так, обращаю ваше внимание, что зеркало подключено по Bluetooth к телефону и также зеркало подключено к штатной системе через наш FM-трансмиттер. То есть, я нашел сначала чистую частоту, затем включил на зеркале FM-трансмиттер с этой частотой. Теперь я могу слушать музыку с телефона на автомобильную систему по Bluetooth через FM-трансмиттер зеркала и также могу слушать музыку через зеркало либо, соответственно, через Яндекс.Музыку непосредственно через приложение, либо через навигатор. Алиса, включи музыку. Единственное, у меня интернет также рознан с телефона. Если бы сим-карта была установлена непосредственно в зеркале, все было бы намного шустрее и быстрее. У меня здесь телефон, как видно, ловит. Не очень хорошо. Звук идет на штатную систему. Подключив зеркало по Bluetooth к телефону, можно использовать его для громкой связи. Для этого есть микрофон. Вот, мы можем пользоваться и громкой связью с телефона при звонке, то есть при этом мы можем ответить непосредственно с самого зеркала. Сейчас мы попросим нам позвонить. Паш, набери меня, пожалуйста, по телефону. И мы можем, соответственно, и принимать вызовы с зеркала. Нам не нужно тянуться к телефону. Зеркало у нас всегда рядышком. И, соответственно, очень удобно прослушивать музыку. Пожалуйста, нам звонит Павел. Алло, меня хорошо слышно, Паша? Ну, ты не ко мне обращаешься на что-то хорошо, но, в принципе, слышно, да. Все, я понял. Я только себя слышу. Ну, само собой, это громкая связь с зеркалом. Вот, спасибо, Паш. Вот. Таким образом, это зеркало просто у нас получается супер универсальным устройством. И слушаем музыку, и снимаем двумя камерами. И, соответственно, если подключить активационный провод, как я уже показывал, будучи в офисе, соответственно, мы можем использовать его как камеру заднего вида. О плюсах данного зеркала на Android. В первую очередь, это мультифункциональность. Двухканальный видеорегистратор, навигатор, музыкальный плеер и так далее. По сути, дополнительное головное устройство в автомобиле. Вторая камера видеорегистратора может использоваться как парковочная или как салонная, в зависимости от типа подключения. Третий плюс – возможность установить симку с поддержкой 4G, что позволит не только скачивать программы из маркета, но и улучшит работу навигации и позволит просматривать пробки и искать более быстрый маршрут. А также раздавать интернет через Wi-Fi на другие устройства, например, навесные подголовники или смарт-приставку, подключенную к потолочному монитору. Теперь о минусах. Они, к сожалению, тоже присутствуют, но это мои личные наблюдения, как, в общем-то, и плюсы. Первый минус – основная камера пишет в записи 720p. Конечно, хотелось бы Full HD, но надо сказать, что это честные 720p. А как показала практика, многие видеорегистраторы, заявленные как Full HD, по факту программно улучшают видео от HD до Full HD, что, прямо скажем, никак не улучшает качество самой записи, а всего лишь масштабирует его до нужного размера. Второе, что лично мне не очень понравилось, это отсутствие проводки для скрытого подключения зеркала к питанию автомобиля. То есть зеркало необходимо всегда вытаскивать из прикуривателя, если на вашем прикуривателе постоянный аккумуляторный плюс, либо выключать его с кнопки принудительно, что не очень удобно. Было бы гораздо удобнее, если бы зеркало подключалось, как и любые другие автомобильные устройства, тремя проводами. Это плюс зажигание, плюс аккумуляторный и заземление. Обратите внимание, на задней камере идет небольшая засветка, но она, в принципе, от ксеноновых фар, причем в большей степени, которые светят напрямую в камеру. Камера, к сожалению, установлена вот таким образом у нас, поскольку крепить ее больше пока некуда. Ну, просто, чтобы вы учитывали, что если ее установить как камеру заднего вида, то есть как вот эту, она будет видеть и бампер, и все то, что происходит у нас сзади. В таком положении бампера она вряд ли будет видеть, но, тем не менее, по-другому я установить ее не могу в навеску, поскольку у меня в автомобиле уже установлено и зеркало с монитором, и камера задняя, которая работает уже на протяжении шести лет. Это еще наша старая модель АВС-321. Вот, регистратор у меня также есть. Сейчас мы просто тестируем все это дело на модели АВС-0909 DVR. В полноэкранном режиме это выглядит несколько получше. Вот таким образом. Но засветки все равно, конечно же, есть. Никуда не денусь, тем более, я больше чем уверен, на камере сейчас есть капля воды, снежок идет. Небольшой. Вот. И, собственно говоря, эта капелька нам и засвечивает. Сейчас подъеду, припаркуюсь, сотру, и мы еще раз посмотрим уже утром, как показывает при хорошем свете наши камеры. Ну и, соответственно, все это я покажу непосредственно уже отдельно на наших видео. Друзья, я совершенно забыл рассказать вам, зачем на передней камере, когда она в окошке, у нас расположены полоски. Соответственно, вертикальные и горизонтальные. Это сделано для того, чтобы ровненько выставить нашу камеру. То есть изначально мы ее устанавливаем, грубо говоря, вот так. Ну, нам вроде изображение нравится, вот, и все дела. Но тут есть одна небольшая проблемка. Она стоит неровно. И для того, чтобы выставить ее ровненько по горизонту, по всем, да, по вертикали и горизонтали, соответственно, у нас здесь есть совершенно замечательная вещь. Это вот эти вот полосочки. Таким образом, мы установили камеру ровненько. Она при этом видит весь наш капот от края до края. Давайте посмотрим. Ну, в большом нам, как всегда, ничего не будет видно. Мы сейчас на две ее переключим. Вот в таком режиме. Она все прекрасно видит. Но это будет видно и на видео, которое я выложу, как снимает передняя и задняя камеры. Камера передняя, изображение шикарное. У задней камеры также изображение очень неплохое. Но, как я уже сказал, сейчас мы все сами с вами увидим. Итак, мне, я вот с ним прокатился с этим зеркалом утром-вечером. И, честно говоря, мне в этом зеркале все нравится. Главное, чтобы наши спутники нашлись. Тогда наша навигация работает также великолепно. Для того, чтобы, кстати, включить ее на весь экран, необходимо зажать иконку домой. И тогда у нас будет навигация на весь экран. Но, опять же, повторюсь, мне так делать неудобно. Я все-таки привык пользоваться зеркалом именно как зеркалом. И поэтому я практически всю дорогу, за исключением некоторых моментов, когда кое-что проверял сам, я использовал вот такой режим. То есть я вижу и навигацию, и я вижу, что происходит сзади автомобиля. При этом я слушаю музыку, которая мне нравится, да, через Яндекс. Музыку, авторизовавшись просто в навигаторе. Вот. И мне нравится, что здесь работает Алиса. Поехали на работу. Хорошо. Разумеется, зеркало работает не так быстро, как ваш айфон, но все, что нужно, в нем есть. А откуда вы это знаете? Поехали. В путь. Все. Маршрут построен. Музыку можно поставить на паузу и смело отправляться в путь. Камеры все настраиваются. В данном режиме мы настраиваем вид нашего видеорегистратора. также вид камеры задней. Можно настроить. То есть либо на парковку, либо назад. режим 2 экрана, как отстроено. При этом в маленьком экранчике всегда будет нужный нам вид. Именно зеркало заднего вида. Это очень удобно. Удобно очень, переключив на потоковый режим, настроить камеру. Один раз так, как нам надо. Вот, например, мне надо ее именно как заднюю настроить, чтобы она смотрела вниз. Повторюсь, у меня камера висит сейчас непосредственно на номере, поэтому бампер я не вижу. Удобно было бы видеть здесь бампер, тогда парковка будет очень простой, но при этом, если мы выйдем в режим 2 экрана, мы прекрасно все видим. И если мы выйдем в режим экран и навигатор, либо какое-то другое ПО, соответственно, вид прекрасный. Опять же повторюсь, если вы не подключали камеру заднего вида к фонарю заднего хода. Если вы подключили к фонарю заднего хода, соответственно, камера будет включаться автоматически. Я так не сделал, поскольку у меня тут все в навесочку, поэтому парковался я сегодня вот таким образом. Камеру я один раз настроил, и она так показывает. При выключении зеркала мы зеркало наше выключили. Смотрите, еще один нюансик. При выключении зеркало от питания и вновь его включение. Сейчас оно у нас подгрузится. Зеркало автоматически включает заднюю камеру в потоковом режиме. Так что все настроечки у нас сохраняются, несмотря на то, что мы отключали наше питание. На сегодня наш обзор завершен. Если у вас остались какие-то вопросы по зеркалу AVS 0909 DVR, задавайте их в комментариях. Я на них оперативно отвечу. Надеюсь, что видео было полезным. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok